Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тольчество происходит. Ты раньше не был таким. Каким таким? Ты еще вспомни, какой я был в младенчестве. Ладно, извини. Пока. Косел. Тоже мне друг нашелся великий. Какой-то бой я видел таких друзей. А вы что, уже поговорили? А что с ним вообще разговаривать? Чего он вообще сюда ходит, этот жлоб? Великого олигарха, понимаешь, себя изображает. С оболочком он копнул там где-то. Золото он, понимаешь, нашел. Теперь он считает себя королем города. Толя, остановись. Чего остановись? Я тебя не узнаю. Да чего вы вообще все в нем нашли? Ты говоришь, как... как сноб. Ты мне сейчас напомнил одного человека. Это невероятно, но так говорил именно он. Кто? Евгений Труханов. ЗВУЧЕСКАЯ FEED Черти бы его побрали, этого Диму с его дружбой. Откуда он вообще взялся на мою голову? Еще не хватало спалиться из-за него. Ира, все ваши эти брачные игры могут выйти боком. Это не брачные игры. А что, передача для самых маленьких? Ну, я просто хочу его проучить. Ира, ты не можешь проучить его где-нибудь в другом месте? Например, в прокуратуре. Дядя Эдик, ты что, не понимаешь, что мне нужно воевать на своей территории? А убитых и раненых с поля боя, конечно же, потом выносить мне. Да ну не переживай ты, ну все будет нормально. Для войны сейчас не самое лучшее время. У нас фестиваль на носу, Ира. Ну, пожалуйста, ну один день всего лишь. Ты понимаешь, что это прокурорская проверка? Ты отдаешь себе в этом отчет? Только условно. Это только Тараскин будет думать, что все серьезно. А Максимов обо всем предупрежден. Не знаю, мне все это не нравится. Здрасте. Прокуратура направила меня к вам с проверкой. Отчетность, документация, кухня. Очень приятно. Вам Ира все покажет. А я тороплюсь, мне надо на репетицию срочно. Там надо что-нибудь попробовать Тамару на одну из ролей. Да. Так что ты остаешься здесь за старшую. Хорошо. Ну, показывай давай. Прошу. Молодежь с ума посходила совсем. Что происходит с Толиком? Он действительно напомнил мне Труханова. Так, стоп. Стоп, Катя, остановись. Ты перегибаешь палку. Может, это у тебя проблемы, и надо показаться врачу. Да нет, я просто устала. Я устала от его ревности, от неприятностей, от всего, что навалилось на нас. Надо отдохнуть, и все пройдет. О! Какие люди! Здравствуйте, Катенька. Здравствуйте, добрый день. Раздевайтесь. А мы к тебе. У нас тут созрел один вопрос к тебе. Так, я слушаю. Ну, как это? Скоро же фестиваль? Да. Да. Будут торжества, журналисты. Ну, хотелось бы, чтобы вот Юленька выступила на открытии. Как ты на это смотришь? Чтобы Юля выступила? Ну, естественно. Ну, ладно. Я не против, я не против, честное слово. Ну, договорились. Ну, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Ну, что, Юля? Я не подведу, правда. Не подведу, не сомневаюсь. Андрюш, я волнуюсь. Я что-то так давно не переживала. Может, уйдем? Ну, перестань, что-то как маленькая-то. Все будет хорошо. Да я так давно не играла. Мне кажется, Эдику не понравится. Пойдем. Перестань. Ты талантливая. Не съест он тебя. Попробовать надо, чтобы почувствовать уверенность. Так. Здравствуйте. 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 Давайте. Если вы готовы, сразу на сцену. Ага. Готовы? Ну, мы готовы, да? Я не готова. Угу. Давайте, пухонь и пираж. Что ты такое говоришь? Я же прямо... Так, господа артисты, ну, что вы прям. Хватит шептаться. Давайте, 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 давайте. Давайте, знаете, с вами третья сцена, середины сразу. Помните же текст? Да, конечно, помним, да. А что это у нас кормильца такая бледная? Вы что, меня боитесь, так я не кусаюсь? Ну, все, все. Давайте. Начнем. Здрасте. Здравствуйте. 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 Ну, вставайте. Вставайте, будьте же мужчины. Ну, что ты бесишься опять? А будешь тут спокойным? Этот козел Дима уже бог, где? Да печенок достал. Ну, перестань кипятиться. Относись к нему, как к пустому месту. Все. Ни хрена себе пустое место. Это пустое место уже у меня дома живет. К жене к моей лезет обниматься. Меня все время целуют. Толик, друг. Имя такое мерзкое. Писает меня просто. Ненавижу его. А он заладил, как дятел. Толик, 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 Толик. Гнида. Я ему уже морду набил, а он все никак успокоиться не может. Подожди, подожди. Ты что, ему морду набил? Да. Ты совсем из катушек слетел, Женя? А что мне надо было в ответ? Вон в засос целовать, что ли? Иди мирись, бегом. Это ты из катушек слетел. Я могу пойти, но только еще раз ему вдвинуть. Да, ты нашел время в ссоре, Женя. А что мне надо было ждать, когда он к ней в постель залезет? Да ты пойми, что у него сила, связи и бабки. Он только свистнет. Я тебя мокрое место останусь. Я его рожу, Сережа, я ее... Да, понимаю. А ты знаешь, как я рожу Максимова видеть не могу? Как она меня бесит. Ты тоже сравнил. Что, Максимов, к твоей жене в постель лезет? Ну, не знаю, что тут еще и хуже. Копает он под нас с тобой, Женя. Неравен сейчас еще что-то нарует. Вот это, давай-ка, не каркай. Вот-вот. А я его рожу каждый день вижу и терплю, жду. Выждаю момент для решающего удара. Кстати, а может быть ты мне поможешь? Это как, как нейрохирург, что ли? Конечно. Пересадишь мои мозги ему, а его мне. Вот я доживу тогда. А вот кто-то вообще ни хрена не смешно. Я не рекомендую шутить на эту тему. Ну да, согласен, согласен. Суровая реалия жизни. Ну, хватит. Ну, ладно, Жень. Если серьезно, послушай совет умного дяди. Сходи к Диме. Итак, самое главное – это вес ингредиентов в каждом заявленном в меню блюде. За этим нужно четко следить. Вот это, например, какой салат? Я откуда знаю? Какая-то трава, огурцы. Ну, как же вы собираетесь проводить проверку, если вы ничего не знаете? Тогда нужно разбираться в рецептуре. Для начала вам нужно распределить все салаты по названиям. Ну, это то же самое, что у вас в прокуратуре, только вместо папок майонез и масло. Чего? Разбирайтесь с салатами, а потом уже будете проводить свою проверку. Кирилл, зачем весь этот концерт, а? Ну, я понял, что я поступил как дурак. Прости меня, пожалуйста. Потому что я не знал, что так получится. Товарищ следователь, у вас мало времени. Приступайте. Здравствуйте. Вам что-нибудь подсказать? Да, мне нужно траурное платье. Мои соболезнования. Благодарю. Могу предложить вам несколько достойных вещей. Обратите внимание на этот строгий костюм. Также посмотрите вот на это платье, очень элегантное. И обратите внимание вот на эту модель. Прошу. Да, вы знаете, я, пожалуй, возьму вот это и вот это. Прекрасный выбор. А хотя нет, давайте все. Могу еще предложить вам к ансамблю несколько изящных шляпок в винтажном стиле, выполненные с фуалетками и кружевами. Да, несите все, посмотрим. Да, хорошо. Красивая и молодая вдова. Да, это должно сработать. Да, да. Привет, Катюш. Дима, привет. Дима, хочу извиниться за Толика. Прости, пожалуйста, я не знаю, что он у него нашло. Он в последнее время вообще себя очень странно ведет. Катюш, все нормально, все хорошо. Я пришел поговорить с тобой о спектакле Эдика. А что такое? Понимаешь, я был на репетициях. И нет, он все хорошо вставит. У него там есть мысли, идеи какие-то, все интересно. Ну, ты меня понимаешь. Да, я тебя понимаю. Я тоже была на нескольких репетициях. И, мягко говоря... Да, мягко говоря, это какая-то самодеятельность. Ну, а что нам делать, Дима? У нас фестиваль на носу. Смотри, я решил пригласить профессионального режиссера. Какого-то конкретного? Да, это парень из Америки. Он ставил на Бродвее, там, чего-то. В общем, о нем много хороших отзывов. Американец. Зовут Денис Синицын. Денис Синицын, смешно. Денис Синицын. Проблема в том, как сказать об этом Эдику. Он же обидится. Он очень обидится. Может, ты поговоришь с ним? Ну, по-женски, мягко. Нет, Дима, я не смогу с ним поговорить. Он очень много вложил в эту постановку. И я даже не знаю, как ему об этом сказать. Давай ты это придумал, ты с ним и поговоришь. Хорошо. Так, ну как успехи? Это летний салат. Браво! Это вы по огурцам и помидорам определили. Ну, хочу вам сказать, что этот следственный эксперимент занял у вас немало времени. Что же, тогда перейдем непосредственно к взвешиванию. Перед вами электронные весы. Сейчас я вам продемонстрирую их точность. Как известно, пачка масла весит 200 граммов. Весы просто великолепно работают. А теперь ваша задача взвесить каждое блюдо на соответствие веса. Ну, мало ли мы обманываем наших доверчивых посетителей. Да я понял, понял. Я знала, что мы сработаемся. Девушка, а чашку экспресс, пожалуйста. Секундочку. Товарищ следователь, взвесьте, пожалуйста. Ну, мало ли я там не долила от чего-то. Вдруг я совершаю какое-нибудь преступление. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Я как раз вас искала. Здравствуйте. По какому вопросу? Я слышала, что театральному фестивалю, который вы курируете, требуется администратор. Да, мы подыскиваем человека. Вы хотите себя предложить? Да, вы понимаете, у меня сейчас такой период, когда я не могу ни о ком и ни о чем думать, кроме Васи. Я хотела бы с головой уйти в работу. Я вас очень хорошо понимаю. Да, в таких случаях работа – это, наверное, единственный выход. Марина, скажите, пожалуйста, вы справитесь? Ну, конечно. Я думаю, что занятость и общение с людьми – это как раз то, что мне сейчас нужно. Хорошо. Когда я могу выйти на работу? Знал бы ты, мальчик дорогой, силу перевоплощения. Как прекрасна жизнь в образе. Соколик дорогой, дай ручку погадаю. Да не жалей игрушек. Торик, дай ручку погадаю. Да не жалей игрушек, все тебе правду скажу. Ай, вижу, счастливой будешь. Ай, вижу, богатой будешь. И дорога тебя дальнее ждет. Ты не серьезно, Толик, ты все время смеешься. Ты меня колешь. Да, мы должны репетировать, что я буду завтра показывать Дмитрию Борисовичу. Давай еще раз. А, Соколик мой дорогой, если бы ты знал, как прекрасна жизнь, как прекрасна перевоплощение, жизнь в образе, а? В общем, смотрите, у меня для вас сразу персональное задание. Я вся внимания. Завтра из Нью-Йорка прилетает очень известный режиссер, который будет участвовать у нас в фестивалях. Его необходимо встретить в аэропорту, показать ему город, ну, и отвезти в гостиницу. Договорились. Не волнуйтесь, Дмитрий Борисович, все будет на высшем уровне. Ну, все. Ну, все. Приехали. Отступать некуда. Как же сделать так, чтобы снова не врезать этому придурку по морде, а? Ну, руки чешутся, прям не могу. Жека, Жека, ты должен собраться. Ты сделаешь это. Ты будешь мило улыбаться и говорить правильные слова. Вот засада-то. Где же взять силы, чтобы выдержать этот идиотический театр? Иначе Катя меня больше никогда не простит. Ну, вот еще не хватало у себя под домом ошиваться. Как мальчишка какой-то посыльный. Блин. Слушаю вас. Хозяин дома. Вы к Дмитрию Борисовичу по какому вопросу? Я к Дмитрию Борисовичу по личному. Передай, что Калинин пришел. Подождите здесь. Все, надоело. Ой, а куда это вы собрались, гражданин-следователь? Ухожу. Как? Что, уже все выяснили? Более чем. Ну и как? Официант тут по-прежнему хамло, а еда фуфло? Знаете что, Ирина Андреевна, вы опасная девушка, поэтому я вам отвечать не буду. У меня проблемы могут начаться на работе. Ну что, давайте без этого. О результатах проверки узнаете у товарища полковника. Всего доброго. Что это с ним? Не знаю, обиделся, наверное. Я надеюсь, из-за ваших ссор на меня не заведут уголовное дело? Теперь уже не знаю. Что? Да шучу я. Тоже мне шутница. Молодин, пришел к тебе с повинной головой. Ты был прав. Чего нам ссориться? Я там лишку позволил. Ты уж прости, пожалуйста, сам не знаю, что на меня нашло. Толь, перестань, я не держу на тебя зла. Все хорошо. Спасибо. Если бы я знал, что ты поймешь. Ты ведь настоящий друг. Толь, понимаешь, ты для меня столько сделал, я никогда не забуду этого. Если бы не ты, я бы, наверное, до сих пор не знал, кто я и откуда. Ну, перестань. Перестань. Слушай, может, знак примирения, ну, так сказать, подкрепления дружбы. На рыбалочку сходим? Я с удовольствием. Давай. Ты когда свободен? Уф, когда я свободен. Ну, а что в долгие ящики-то откладывать? Вон погода какая-то хорошая. Давай вот, прям в субботу рванем. А? Да легко, договорились. Только ты не проспи, смотри, рыбак. Я-то пташка раннее. Нет, смотри, ты не проспи. А я знал, что ему понравится. У тебя есть все задатки актрисы. Я давно это заметил. Спасибо тебе за поддержку. А Ангелина почему от роли отказалась? Не знаю. Эдик сказал, она свой коллектив будет набирать. Это так, что мы будем с тобой играть вместе. Скажи, а ты думаешь, у меня получится? Конечно, получится. Правда? Ну, конечно. Ты потрясающая, ты невероятная. Я восхищаюсь тобой. И уже завтра я приступаю к работе на фестивале. Так что времени у меня будет очень мало. Мне поручили ответственное задание встретить американского режиссера. Тетя тоже куда-то уходит. Так что с Толиком получается остаться некому. Даже не знаю, что и делать. А ты знаешь, я завтра свободен. Так что я с Толиком могу побыть весь день. А вы занимаетесь своими делами. Ну, ты понимаешь, эта встреча режиссера для меня очень важна. Да нет никаких проблем. Я посижу. А ты знаешь, что я подумала? Уже поздно, а тебе завтра все равно с утра у нас быть. Может, останешься? Я тебе на диване постелю. Марина, я не могу остаться. Мне нужно кран починить. Кран потек. Кран ночью? Да, ночью. А у меня другого времени нет. Я постоянно на работе. Папа не хочет у нас оставаться. Не хочет. Если не хочешь оставаться, так и скажи, зачем врать. Да нет, действительно. Марин, я... Ну, в общем, я не готов пока. Это все из-за Любы. Лучше я буду сама. Я и без него проживу. Зачем мне муж, который бежит к Марине, как только она пальцем поманит? Пусть тогда с ней и живет. А мне он не нужен. Посмотрите. Посмотрите на это лицо, которое за маской красоты скрывает отвратительную сущность. Эта девушка не заслуживает вашего сострадания. Это ужасный, холодный, расчетливый человек. Это даже не человек. Это чудовище в человеческом обличье. А теперь обратите внимание на этого... На этого ангела. Я... Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы я не встретил... Если бы я не встретил Марину. Марина, я... Люблю тебя. Тебя. Мамочка, не знаю, что этот американский режиссер скажет про нашу постановку. Дима сказал, что он должен поставить отличный спектакль. Любаш, этот фестиваль очень важен для нас. Слышишь? Катя. Приятного аппетита. Катенька, ты была права. Я вел себя, как... Ну, в общем, очень нехорошо я себя вел. И я потом мучился целый день. В конце концов, не выдержал. Я поехал сейчас к Димке и извинился. Да? Да. Ты знаешь, в знак примирения мы договорились с ним сходить на рыбалку. Ну, что же, это очень хорошо, что ты извинился. Потому что мне было Диме неудобно смотреть в глаза. Ну, еще бы тебе, милая, не радоваться-то. Глазки-то как сразу загорелись. Теперь вам с любовничком встречаться никто не помешает. Ну, Димка-то, мы же давно друг друга знаем. Он нормальный мужик. Он все понял правильно. Да. Ну, а вас что с Игорем-то? Люд, что, как? Все ругаетесь или помирились? Помирились. Не собираемся. Спасибо вам. Очень надеюсь, что вы разбежитесь навсегда. И что Игорь в ней нашел, не понимаю. Давно надо было избавиться от этой истеричной курицы. Катюш, а что Люд так быстро уберегал? Я что, что-то неправильно сказал? Сказал? Ей очень тяжело говорить об Игоре. Ага. А я тебя очень попрошу в ее присутствии больше не упоминать об этом человеке. Хорошо? Кать, ну, я же... Здравствуйте. мне кажется, вы ждете меня. Я Денис Синицын, будем знакомы. Да вы прекрасно говорите по-русски. А у меня бабушка из России, поэтому она меня научила языку. Марина Андреева, очень приятно. А мне очень тоже. Вы потом расскажете про свою бабушку? А если хотите, конечно. Вам очень идет черный цвет. Вы знаете, это вынужденно. У меня недавно умер муж. Ссоры. Извините. Мне очень жаль. Спасибо. Ну что ж, пойдемте, я покажу вам наш город. С удовольствием. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну вот. За маму мы скушали, теперь давай за папу так же весело. Не хочешь за папу? Почему? Кстати, где твой папа? Почему он опаздывает? Из-за него я опоздаю. Я сейчас приду. Сейчас приду. Кто сейчас придет? Настя сейчас придет. Привет, заходи. Ну? Так, Толика я уже покормила, поэтому все в порядке. Можешь взять его и несколько часов погулять. Я быстренько освобожусь. А можете не спешить. Я сегодня абсолютно свободен. Вам разве Марина не сказала? Нет. Ну, это прекрасно. Все, мальчики, пока. Ага. Погода. До свидания. Ну что, сынок, как дела? А? Как дела? Как, молодой сеньор, хозяйка дома этого, ей мать достойная и знатная сеньора? Да, да, хорошо. Я поняла. В ресторане, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Эдуард. Он занимается постановкой пьесы к фестивалю. Эдик очень известный режиссер в нашем городе. За его плечами очень много постановок. Знаете, современное прочтение классики. Актеры вот в основном непрофессиональные. Например, Максимов, главный прокурор города. А простите, а что они репетируют? Как что? Ромео и Джульетту. Как Шекспира? Ну да. А вас что-то смущает? Все. Так они видели вообще потичье? Ну я, конечно, я извиняюсь, но можно потолерантнее к артистам. Мы тут, если вы успели заметить, работаем, репетируем сейчас. Простите. Извините. Ира! Ира! Вперед! А я здесь, да, как бы? По фонам, по фонам. Да. Кормилица, скажи, кто тот сеньор? Сын и наследник старого Тиберева. Пойдемте, нас ждет Дмитрий Борисович. А кто это? Президент фестиваля. А? Любашенька, едем? Ну что с тобой? Да что? Да не, ничего, все в порядке. Ты себя плохо чувствуешь? Да, мам. Температура? Температуры нет. Мам, все в порядке. Просто решила немножечко полежать перед репетицией. Мне же еще целый день на сцене стоять. Может, отменить репетицию? Любаш, ты беременна, и это сейчас самое главное. Мамочка, не надо к этому так серьезно относиться. Все хорошо. Если бы действительно себя очень плохо чувствовала, никуда бы я не поехала. Ты уверена? Абсолютно, мам. Давай, все. Собирайся, поехали. Поехали, поехали. Все. Нет, это... Это перед первым классом было. Перед первым. Когда мы с тобой на речку-то прошли. Еще тогда крикнул. Дед, смотри, как я умею дыхание задерживать. А со мной нырнул и где-то спрятался. А я чуть с ума не сошел. Думал, что ты утонул. Федь, я в магазин собралась. Пойдем вместе сходим, а? А я вот с ним посижу. Добрый день. Приветствую вас. Дмитрий Борисович. Рад встрече. Присаживайтесь. А вы разве обо мне уже слышали? О, только хорошее. Ну, слава богу. Как вам впечатление от Реченска? О, вы знаете, я не ожидал, что я приеду в такой красивый город. Ну, этого у нас не отнять. Оказывается, мой прадед был из Реченка. Да вы что? Да, для меня самого это было неожиданностью. Мне бабушка только перед отъездом рассказала. Оказывается, он сражался за белых. Да. Да, и погиб здесь в девятнадцатом году. Похоронили здесь. Правда, я не знаю где. Бабушка как раз попросила меня найти его могилу. Ну, это вы не переживайте. Это мы найдем. Все это не так сложно. Я поручу своему помощнику Прохору. Он все организует. Это было бы замечательно. Скажите, пожалуйста, Деннис, как вам наша постановка Ромео и Жюльетта? Как бы вам правильно сказать по-русски? Это омерзительно. Я очень резко сказал? Нет, вы сказали все емко, точно и правильно. все понятно. Не могли бы уточнить только, что вам не понравилось? Оказывается, мой прадед был изречен. Да вы что? Да, для меня самого это было неожиданностью. Мне бабушка только перед отъездом рассказала. Оказывается, он сражался за белых. Да? Да, и погиб здесь в девятнадцатом году. похоронили здесь. Правда, я не знаю где. Бабушка как раз попросила меня найти его могилу. Но это вы не переживайте. Это мы найдем. Все, это не так сложно. Я поручу своему помощнику Прохору. Он все организует. Это было бы замечательно. Скажите, пожалуйста, Деннис, как вам наша постановка Ромео и Жюльетта? Как бы вам правильно сказать по-русски? Это омерзительно. Я очень резко сказал? Нет, вы сказали все емко, точно и правильно. Все понятно. Не могли бы уточнить только, что вам не понравилось? Вы понимаете, такие спектакли такого уровня в Америке обычно ставят в школах, в маленьких городках. Неужели все так, плохо? К сожалению, да. Ладно, Деннис, я не буду скрывать, мы вас специально пригласили для того, чтобы из этого омерзительного сделать конфету. Времени, конечно, мало, но я думаю, я исправлю ситуацию. Ну и замечательно. Да, только для этого мне нужна свобода. Понимаете, сначала нужно заменить главных исполнителей. Ну, вы же видели, кто у вас играет Джульет. Видел? Ну, свободу я вам гарантирую, не переживайте. Ну, тогда у нас все получится. Ну, замечательно. Сейчас мы пообедаем, и я вас познакомлю с Екатериной Фадеевой, организатором нашего фестиваля. замечательно. Договорились. Федь, а ты не хочешь подняться, а? Я твои любимые блинчики с яблоками и со сметаной испекла. Федь. Федь, я не могу смотреть, как ты себя убиваешь. Федь, надо собраться и жить дальше. Зачем? Да тем, чтобы жить. Федь. Федь, ты же у меня сильный. Ну, Феденька. вhhh. Ты же белью дороги. Ты же ты же тебя я — ты, . Это наш хор. Им выгладит... Извините. Джульетта. Прошу прощения за прерванную репетицию. Хотел представить вам нашего гостя, Денниса Синицына. Здравствуйте. Мне тоже очень жаль, что мы прервали репетицию. Я даже не подозревал, что услышу здесь таких прекрасных музыкантов. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Насчет репетиции не беспокойтесь. Все в порядке. Дима, может быть, мы пройдем в наш кабинет? Да? Ребят, вы тогда самостоятельно до репризы пройдете? Хорошо. И на сегодня все. Хорошо. А можно? Конечно. Мариночек, вы также можете быть свободны. Я вам очень благодарен за помощь. Надеюсь, что завтра вы также будете сопровождать нашего гостя. С радостью. До встречи. До встречи. Спасибо большое за экскурсию по городу. Вон действительно прекрасно. Прошу вас. До свидания. Я понимаю, Тараскин. От него что угодно можно ожидать. Но ты, Ира, умная девушка, а? Ну, как тебе могло к голову такое прийти? Ну, я же не знала, что у этого Тараскина напрочь отсутствует чувство юмора. Вы мне со своим чувством юмора уже вот где. Вот, почитай, что твой дук Тараскин написал. Вот. Читай. Что это? Что это? Отчет. По результатам проверки, которую ты, между прочим, инициировала. Отходя из него, теперь мне нужно у Эдика лет на пять посадить. Так. В пункте общественного питания наблюдается злост... Злостная антисанитария. Книги и другие посторонние предметы находятся в непосредственной близости с готовыми блюдами. Что это за чушь? Чушь. Ну, еще грозится пробы взять на грибки и прочую ерунду. Ты читай, читай, не стесняйся. Вот это, между прочим, тянет на два года и то условно. Молодец. Скажи лучше, что мне с этим делать. Порвать, выбросить? Ага. Тебе должности лишился? Нет уж увольте. В диктораске не решай вопрос. Как хочешь. Балаган устроили тут? Артисты. Здравствуй, Лев. Как твои дела? Все хорошо, спасибо. Ты в прошлый раз так быстро ушла, когда ключи приносила. Мы даже не успели пообщаться. Может, подойдешь поближе, поговорим? Как Толик? Замечательно. Ну, как еще может быть малыш, когда рядом мама? О, он такой тихий, спокойный. Да, он замечательный мальчик. Да, совсем не доставляет мне хлопот. К тому же, Игорь нам все время помогает. Когда у него есть свободное время, он приходит к сыну. Ты извини, что мы не зашли, когда тебя выпустили из тюрьмы. Да, я понимаю. Ну, ты заходи к нам, если хочешь. Мы будем всегда тебя рады. Хорошо. Ты звони, и мы договоримся. До встречи. Все, ребят, у нас сегодня репетиция закончена. Всем спасибо. Саня. Все, ребята. Все, ребята. Так, значит, мы с вами земляки. Да, я об этом совершенно случайно узнал. Я уже Дмитрию Борисовичу рассказывал. Перед тем, как поехать на фестиваль, мне бабушка рассказала всю историю нашей семьи. Как интересно. Скажите, Денис, а у вас уже есть какие-то идеи по поводу фестиваля? Что вы хотите изменить в спектакле? Ну, у меня есть какие-то соображения, но я бы все-таки получше познакомился с артистами. Можно определиться, кто будет играть в спектакле. Денис видел сегодня на сцене только Иру, Тамару и Максимова. Понятно. И как ваши впечатления? Честно говоря, там очень много откровенно непрофессиональных вещей. Денис, мы вас для того и пригласили, чтобы все это исправить. Что вы считаете нужным изменить? Во-первых, я бы поменял главных героев. Понимаете, Ромео 16 лет, а артисту 50, такого не может быть. Просто его дедушка получается. Ну, в принципе, я с вами согласен. А с Джульеттой как быть? Вы знаете, мне кажется... Нет, я даже уверен, что я ее видел сегодня. Во сне? Нет, во сне я раньше видел. И кто же она интересна? Да. Извините. Ничего страшного, проходи. Мамочка, репетиция закончилась? Я поеду домой. А что, ты себя плохо чувствуешь? Ну, не очень, если честно. Любаш, познакомься. Это Денис Синицын, американский режиссер. Денис, наша дочь с Дмитрием Борисовичем. Счастлив познакомиться. Очень приятно. Любаш, может быть, ты нас подождешь с папой, потом мы тебя отвезем? Да нет, нет, не нужно. Надо выспаться, пораньше лечь спать. Завтрашняя репетиция еще. Надо быть в форме. Ну, давай, давай. Только аккуратно, хорошо? Любочка, я скажу водителю, он тебя отвезет. Нет, нет, папочка, не надо. Я лучше прогуляюсь. Все, береги себя. До свидания. До свидания. Это была она. Кто она? Джульетта. Ваша дочь просто создана для этой роли. Денис, это невозможно. Почему? Катя, меня, похоже, будешь не любить. Надоело, Катя! Я не злепой! Можем приступать к оформлению документов, да? Отныне вы можете управлять всей конюшней. Давай мы его на речке кухнем, а? Нам ничего не остается делать, как бойкотировать фестиваль. Катя на любовь 2. У будней, о 20-й, одразу після ток-шоу «Говорить Україна».